Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Всем привет! Эй, всем здравствуйте! Я так хотела сказать, что можно уже начинать здороваться, Дим! Дим, у нас не так часто бывают ребята, которые делают свои аниме и так далее, поэтому расскажи, пожалуйста, о себе. В двух словах, как ты вообще решил этим заняться? Откуда начинается история? Где начинается история? История, наверное, с того, как я... Ну, я не скажу, что стал знаменитым, но вот вся эта хайповая тема началась где-то, наверное, в середине весны с одной единственной серией артов у меня в паблике, именно вот, ну, это анимоушн такая, когда я брал какие-то фильмы из своего детства и переделал их в анимешней стилистике. Вот, а вообще, в принципе, сама серия-то появилась просто, ну, я бы сказал, по приколу. Это было просто 3-4 арты, которые я сделал, ну, это просто был скучный вечер, я решил понабивать руку перед работой над своим комиксом, и, в принципе, оно абсолютно случайно зашло, и я на этом раскрутил паблик, в принципе, раскрутил свое какое-то творчество, теперь занимаюсь своим каналом на Ютубе и Патреоном. То есть началось все как-то случайно. А как вообще ты начал рисовать? Как я начал рисовать? Я, по-моему, рисовал себя. Я не помню себя, когда я не рисовал, если честно. Вот, я где-то лет в 5 начал рисовать свои первые комиксы, я тогда очень сильно гордился тем, что я создал новый жанр. Хотя спустя какое-то время мне купили первый комикс на Микки Мауса, и я понял, что нифига я не придумал свой жанр, было очень обидно, так как детская обида была. И, в принципе, лет с 5 я уже точно знал, что я буду рисовать либо комиксы, либо мультики. Так что я был очень упертым ребенком. Хорошо, я задам такой еще тоже наводящий вопрос. Во-первых, насколько я понимаю, рисуюшь ты достаточно давно, но, по-хорошему счету, слава, как таковая известность, тебе пришла только недавно, в последний год, с тех пор, как ты начал перерисовывать некоторые кадры из советской классики. Один из самых популярных вопросов, которые нам задавали в личку, писали после анонса стрима, это то, а почему он решил перерисовывать кадры из советской классики в анимешной стилистике? Знал ли он, что это обретет такой, простите за устаревшее уже слово, хайп? И вообще знал ли он, куда это кончится и зачем это вообще было? Вообще нет, понятия не имел, так как вот со всей этой серией вышло, так же вот, в принципе, вышло и с такой подсерией на постсоветским артам. Это было, ну, блин, это было шутки ради, прямо честно. Никто из этого никогда в жизни не планировал ничего серьезного вообще. Вот, и был Артур с этой, с галочкой, самый первый, вот с него началась вот именно советская вся серия. И когда я закончил, я добавил подпись, но, блин, подпись появилась, она сначала должна была быть серьезной, она должна была в точности отражать саму сцену, ну, быть такой правильным переводом, так его назовем. Вот, а в итоге я добавил вот именно тот перевод, который стал таким культовым, так его назовем, мне нравится. Да, и я добавил эту подпись дебильную, типа, Йоганадай, и просто с нее поржал, и решил, что если с нее будут ржать все так же, как я, то, наверное, оно того стоило. Вот, и я думаю, если бы я сделал немножко по-другому, оно бы вообще не зашло. Вот, и так вот из этой шутки, из этого смеха просто и стало вот, появилось продолжение серии. Как вы? В принципе, вот, наверное, благодаря советским фильмам эта серия-то и раскрутилась, и из-за нее вот здесь вот, как сказали, хайп появился. А скажи, пожалуйста, как вообще твоя жизнь изменилась вот после того, как ты стал популярным, иначе это и не назовешь? Меня начали звать на ТВ, мне начали предлагать много всяких интересных, ну, и не очень интересных, в самом деле, проектов. Как изменилась? Да, в принципе, я бы не сказал, что она прямо изменилась. Появилось очень много знакомых, появилось очень много перспектив каких-то, ну, и, наверное, уверенности в будущем продвижении моих личных проектов. То есть я раньше, ну, осознавал всю сложность продвижения именно своих каких-то авторских вещей, я и сейчас ее осознаю, это, на самом деле, не то же самое, что толкать какие-то фан-арты. Ну, то сейчас у меня появилась какая-то своя собственная аудитория, свои собственные, ну, фанаты, наверное, я не знаю, и они очень сильно поддерживают, в том числе поддерживают как-то и в плане, например, доната. Я могу лишний раз не париться особо насчет какой-то своей работы, какого-то своего времени и занятости, поиска свободной какой-то минутки под работу. Я могу просто положиться на людей, которые оценивают мои труды не просто лайками, а и как-то еще более ощутимо, скажем так. Хорошо, окей, тогда я перейду сразу. Вот ты рисовал, условно говоря, ключевые кадры и культовые сцены из советской классики. Каким образом это переросло в желание сделать собственный, причем в одиночку, собственный трейлер уже вышедшего фильма «Звездные войны», естественно, культового фильма, но, тем не менее, сделать его еще в стилистике аниме и более того, вот прям как накидывать, еще сделать японскую вот эту озвучку, как из настоящего трейлера. Как вообще это работает? Ой, у меня, на самом деле, идея анимации была очень давно, и очень давно я ее вынашил, прямо у меня на самом деле не было времени, было прямо совсем жестко, потому что у меня помимо паблика есть еще какие-то проекты, которые очень тоже время затратные. И, блин, с меня очень часто просили анимацию, с меня мне предлагали делать какие-то рисованные ролики, рекламу, где-то лежит пара предложений по музыкальным клипам. И появилась новость, то, что Disney, ну, LucasArts, открывает, запускает свой конкурс для фанатов, это Star Wars Awards, где, ну, условно, как бы изначально считалось, что фанаты со всего мира могут участвовать, показать свое творчество в любой форме, которая, в принципе, доступна. Это и фан-арты, это и фанфики, это и фан-фильмы в коротком и полном метре. Ну, в общем, плен раздолье для любого фаната и способность, во-первых, выразить себя, во-вторых, поучаствовать в официальном конкурсе от LucasArts и получить какое-то продвижение от них, получить рекламу в рамках этого конкурса и, само собой, получить денежные призы, которые там, в принципе, тоже были такие. Ну, я бы не сказал, что прям можно было озолотиться, но для фанатов, для начинающих, либо для команды это было, ну, вполне себе такое хорошее подспорье для того, чтобы потратить время и силы. И этот конкурс объявили где-то, я не знаю, на самом деле, когда его, может, его объявили раньше, я о нем узнал в конце июля, получается, и я как-то фанат «Звездных войн», наверное, для меня не знаю, почти всю жизнь решил, что вот этот тот самый знак, это надо использовать, это надо делать. И я начал его делать, ну, как раз была самая вот фестивальная, вся эта шумиха, все эти фестивали там московские, питерские, и времени, на самом деле, совсем-совсем не было, и было его даже не в предык, а его, в принципе, не было. Я занимался им один, и потом у меня появилась пара помощников, которые мне с этим очень сильно подсказали, помогли. Но я отказался в большей части каких-то рабочих текущих проектов и занялся конкретно вот этим роликом по «Звездным войнам», потому что, ну, прямо вот надо было. Надо было и мне, и надо было, в принципе. Я не знаю, как это можно было не сделать. Но впоследствии Дисней урезал, ну, это что урезал, они многое изменили правила для участников, внесли какие-то свои коррективы по, ну, такие политические, наверное, географические, по тому, жители каких стран могут участвовать и каких стран не могут участвовать в этом конкурсе. И я узнал, что, в принципе, я какую-то работу уже проделал зря, если бы я хотел там участвовать. Ну, меня это не то, чтобы не остановило, наоборот, мне это хорошо подорвало одно место, мне это хорошо пригорело, и я решил сделать его, наоборот, еще лучше и, наверное, еще громче, чтобы, в принципе, показать, что можно, я не знаю, хайпануть, на самом деле такое дурацкое слово, оно уже всем, по-моему, сточертело давно, но не могу сейчас, наоборот, какой-то придумать, вот, как хайпануть, скажем так, без участия даже в Диснея и этого конкурса, как взорвать этот фандом в одиночку. Вот это было даже еще интересно, вызов был даже гораздо более интересным, действительно, чем сам даже просто конкурс. Обидно, конечно, вышло, но так даже круче, понимаете? Окей, хорошо, переходим к следующим вопросам. Скажи, пожалуйста, вот, решил сделать трейлер, да? Ты говоришь, что это ради компетишна, ради конкурса, окей, хорошо, но тем не менее... Да, но тем не менее, трейлер — это огромное количество затрат, начиная от, там, кадров, начиная от всего, и самое главное, что меня больше всего поразило, там японская озвучка, откуда она там взялась? Как вообще ты додумался, что надо заказать, не знаю, ты у японских Сэйю заказывал озвучку, или как это происходило? Можешь об этом поподробнее рассказать? Тут, в принципе-то, на самом деле, не очень сложно. Изначально, когда я только запустил у себя в паблике сбор доната и объявил тему трейлера, ну, я сначала сказал, что я буду делать трейлер полноэнерационный, хотя там было довольно скептическое к нему изначально отношение, потому что, ну, никто не знал, что ждать-то. Ну, на самом деле, очень-очень разные вещи — это рисовать арт и заниматься анимацией. Вот, я объявил, что это будут «Звездные войны», и многие, на самом деле, начали ныть, что «Ой, «Звездные войны», слишком заезжено, а давай-ка ты советский фильм сделаешь». Вот, и я, на самом деле, не стал объяснять все сложности, вот, хотел это сделать немножко попозже. Я думал, в принципе, сейчас повод такой довольно хороший. Если делать это именно какую-то нашу советскую комедию или, блин, да любой вообще существующий фильм, у которого нет официального дубляжа на японском языке, то это нужно заказывать озвучку. В принципе, донат, который я собирался на «Звездные войны», я вот так и не собирал, я насобирал примерно половину. Ну, и вот тех денег, которые, скажем так, мы насобирали, их бы просто не хватило на профессиональную озвучку где-нибудь там японских актеров и так далее. Это все очень затратно, это очень тяжело и я и так весь был в работе над этим трейдом и вкладываться в него еще и как-то финансово, но мне совсем не хотелось, прям совсем. Со «Звездные войны» вышло намного проще. У него банально есть японский официальный дубляж, ему уже сто лет, он выходил еще, по-моему, в девяностые, когда было специальное издание классической трилогии, вот, и этот трейлер, эту озвучку, ну, и монтажем занимались другие люди, указанные в титрах. Вот я к этому отношения особо не имел, я просто именно делал анимацию уже поверх самого монтажа, который собран из сцен фильма. То есть была озвучка, я под ним подстраивался, где-то там движение, например, рта персонажа попадало в текст и все такое. заморочек именно с озвучкой вообще не было никакой. То есть тут проблемы не было совсем. Вот если делать что-то из того, что от меня ждут, хотят, то есть, например, какие-то советские фильмы, то нужно иметь в виду, что придется поднапрячься и вложиться в это, что ли. Вот. То есть это скорее такая напоминалка для тех, кто этого ждет. Хорошо, супер. Да, тогда у меня такой вопрос, ты говоришь, что озвучка это совершенно не проблема, как оказалось, а тогда что самое сложное в том, чтобы сделать такой ролик? Ну, помимо, понятного дела, что есть техническая составляющая, что надо это все отрисовать, но тем не менее, вот для тебя, что самое сложное в этой работе? Самое сложное, многие, на самом деле, отмечали то, что, ну, там, могло не хватать, там, например, чистоты кадров, да, кто-то отмечал, что, например, оно могло быть чуть иначе, там, по-другому, и все такое. Я вообще основной задачей для себя здесь делал именно попадание в стилистику старой анимации еще там конца 70-х, 80-х, начало 80-х годов, ну, которому принадлежит собственно сам фильм-то, и сделать стилистически все это, и сам рисунок, и саму стилистику рисунка, и пост-обработку этого всего изображения, чтобы оно все выглядело вот как старая запись там, с VHS со старой-старой анимешки, которую все уже давно забыли, вот сейчас мы ее вытаскиваем с пыльных полок и смотрим все вместе. Вот, именно вот ощущение старого, именно старого аниме вот было для меня самым главным, самым, ну, и самым сложным. Вот насчет этого я очень сильно запарился. Хорошо, а вот ты говоришь, что я вот решил делать «Звездные войны», не фильмы, а как вообще ты выбираешь тематику для своих работ? То есть, это свои предпочтения, или все-таки то, что нравится и интересует больше публику, или это какой-то микс? Вообще, я делаю арты только на фильмы, которые нравятся мне. Вот, это мое такое правило, на самом деле. Я не знаю, в курсе ли или нет мои подписчики. Но у меня очень много артов, это именно арты, ну, я не называю заказные, это арты, которые у меня подписчики донатили и предлагали какие-то свои варианты, и я просто их делал. Вот, но мне так очень, на самом деле, повезло, и везло до сих пор. У меня в паблике, я просто обожаю, на самом деле, своих подписчиков. Я иногда захожу и вижу там очень, очень интересных людей с очень хорошим знанием кинематографа, актеров, режиссеров, какие-то бурные обсуждения, и это все, на самом деле, очень здорово. У меня в паблике собраны люди с, хотелось бы сказать, что с хорошим вкусом, но я всегда допускаю, что у меня вкус дерьмовый, поэтому просто мне приятно осознать, что просто там люди с вкусом, как у меня, скажем так, и поэтому мы с ним всегда на одной волне, и это очень здорово, и я не испытываю никакого дискомфорта, выбирая какой-то фильм. То есть, я просто рисую какие-то свои любимые фильмы, вот, в принципе, все. Иногда я рисую то, что я посмотрел прям вечером. Сажусь и... Класс. Рисую, да. То есть, твой вечер состоит из просмотра советской классики, насколько я понимаю? Бывает, иногда бывает. Хорошо. На самом деле, по поводу советской классики очень здорово. Ее начали, вот, после всего этого хайпа, по-моему, это было в мае месяце, после всей этой шумихи с... там, художник нарисовал советские фильмы, их начали везде крутить, и их начали везде смотреть, и я считаю, что это просто охренительно. Их смотрел не только я после этого всего, и это здорово. Слушай, ну я на самом деле тоже большой фанат советской классики, у меня один из любимых фильмов, это «Белое солнце пустыни», на который это тоже недавно сделал арт. Тем не менее... Давненько, по-моему. Ну, давненько, но я имею в виду то, что я его увидел не так давно, но тем не менее. у нас очень много людей не видел, к сожалению, трейлер вот этого несуществующего аниме «Звездных войн». Если бы ты мог на планшете его сейчас включить, например, с Ютуба, люди бы сейчас его посмотрели и еще раз смогли бы насладиться, а также осознать, насколько эта большая работа была проделана за достаточно продолжительный срок. Ты можешь сейчас его запустить, в принципе? Я могу его запустить, но единственное, что он будет без звука. Почему без звука? Ну, потому что у меня... Я же в наушниках. А, нет, все хорошо, звук будет идти в трансляцию, все замечательно. Он захватывает все звуки, которые идут у тебя с компа. А, да? Серьезно? Да, конечно. Какая-то хитрая штука. Да. Так, так. Черные магии. Да, один момент сейчас сделаем. Господи, Алис так сказал «Черные магии», что я прям на секунду загрузился прям. Да ладно, ты меня знаешь. Да. Хорошо, окей. Запускаем трейлер, чтобы все зрители, которые еще не видели этого трейлера, его посмотрели. Потому что, ребят, реально стоит того. Очень напоминает аниме 80-х, 70-х годов. И мне после просмотра этого трейлера реально стало жалко, что не существует вот полноценного аниме «Звездных войн», который бы Дима сделал. И это прям жаль. Редактор с담원 Что это здесь? Может из одного эту работу может закончить Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Продолжение следует... А скажи, пожалуйста, тебе потом писали, что типа, «Эй, где, где, когда будет аниме, когда мы это увидим, где можно посмотреть?» Кстати, с этим, да, очень интересно. Меня недавно спрашивали в интервью, типа, «А как отличаются комментарии западные?» Ну, фанатов «Звездных войн» на самом деле просто, ну, дофига. Они по всему миру расползлись, и это здорово. И от всех, естественно, есть какой-то фидбэк, есть какая-то реакция, есть куча комментариев. И меня спрашивали, как отличаются комментарии наши от комментариев забугорных. И очень смешно, потому что они одинаковые. Прямо вот абсолютно одинаковые, просто на самых разных языках. Все спрашивали... Описывают какие-то свои ностальгические чувства, что это вот прямо, блин, это же похоже на те самые, помню, когда был маленький, это же вот оно. Вот, и пишут... Блин, не знаю, как объяснить. Есть люди, которые просто начинают общаться уже именно в комментариях и объяснять... То, что они бы хотели, чтобы официальный мультик от Диснея, который вот скоро будет транслироваться на диснейском канале, чтобы он выглядел как-то так же. Вот, и идут обсуждения, идут такие... Не, я бы не сказал, что срачи, чаще всего люди более согласны в каком-то одном мнении. И все пишут... Это, на самом деле, очень приятно, и у меня сейчас... Я довольно-таки сильно смущаюсь, когда говорю вслух. Это очень прикольно читать, но когда ты говоришь вслух, ты прямо сам себя раздражаешь, что это звучит очень надменно. Ну, блин, очень приятно читать, что люди хотели бы видеть скорее вот такой мультик в таком исполнении, чем то, что сейчас делает Дисней в своем последнем проекте. А Дисней к тебе не приходил в каком-нибудь виде, что типа там молодец или так делать нехорошо, или еще что-нибудь в таком духе не было? Они заблочили мне монетизацию на моем канале, сказали, что все здорово, но давай ты не будешь на этом зарабатывать. После того, что они запретили мне участвовать в конкурсе, потому что я родился в России, это вдвойне обидно. Серьезно? То есть вот это они допустили в конкурсе только из-за того, что ты родился в России? Камон, серьезно? Да, я же говорил, они где-то в середине подачи заявок на конкурс, они внесли условия именно... Я не знаю, чем это продиктовано, потому что... То есть кто угодно, но только не из России, да? Только не из России. Нет, не только из России на самом деле, это не настолько прямо жутко звучало как-то по-фашистски, они просто сократили количество стран-участниц этого конкурса. То есть как бы это конкурс для всех фанатов всего мира, но давайте, пусть это будет не Россия, например, не Китай, не страны СНГ. Ну, давайте, короче... Ну, подожди, подожди, это звучит очень такое... Ну, это политота, в том плане, что если чисто Россия, Китай и страны СНГ, то это прям санкции такие, знаете, для художников. Мне кажется, что все-таки мир искусства должен... Кипа того, да, это, на самом деле, очень тупо, по-моему, потому что в политике не должно быть таких вещах вообще. Да, да, да. И вдвойне это странно, потому что единственное существует вполне официально представительство в Диснея, например, у нас в России, и в чем проблема, я не совсем понимаю. Слушай, задавая этот вопрос, я даже не ожидала услышать нечто подобное, поэтому мне на самом деле хочется спросить у наших подписчиков и ребят, которые смотрят, как вы вообще на это смотрите, и я не знаю, можно просто писать уже, знаете, развешивать плакаты. А я бы еще добавил, ребят, а если вам не лень, вот абсолютно сейчас без шуток, этот стрим сейчас смотрит трансляцию очень большое количество человек, и также в записи увидит большое количество человек, напишите, пожалуйста, на официальную почту Диснея США, для того, чтобы работа Дмитрия была допущена для участия в конкурсе, и тем не менее они не применяли всякую политатуру, против которой мы, собственно, выступаем. Вот, и так как работа имеет все шансы на то, чтобы стать победителем или занять призовое место. Ну, прошу прощения, тогда надо говорить не только работа Дмитрия, тогда просто надо говорить... Да, да, все работы из Китая, нет, абсолютно, в том числе из Китая, из стран СНГ, России, Украины, Беларуси, любые, абсолютно, да. Я думаю, в принципе, у нас на самом деле очень много классных авторов, у нас очень много классных художников, аниматоров, режиссеров начинающих, да и, в принципе, у нас территория богатая, страна богата, в принципе, на таланты, и я не понимаю, почему нет вообще. Ну да, было бы на самом деле здорово. Да, он официально, прием заявок уже давно, ну, когда он прекратился, уже, получается, две или полторы недели назад, ну, ровно в день, когда я выложил свой ролик в паблике на YouTube-канале, ну, в принципе, донести до них кое-какую информацию, я думаю, было бы не лишним. Ребят, все еще предложение активно, серьезно, те ребят, которые увидят стрим уже в записи, те, кто смотрит его сейчас в онлайне, не поленитесь написать пару строк на официальную почту Диснея, то, что на конкурс Диснея должны быть допущены работы Димы и все остальные работы, которые не были приняты по этим условиям, потому что работа была проделана огромная, это просто видно, это реально классно, и более того, насколько я знаю твою работу, в том числе репостили, вообще постили многие европейские издания, в том числе. Да, да, на многих интернет-ресурсах, на новостных ресурсах, американских, французских, блин, там я собираюсь опередически разные ссылки, которые мне кидают, и, ну да, работа получила очень большое такое освещение в СМИ, именно не в русском сегменте, а вообще, в принципе, довольно глобально. Ну, к сожалению, обидно, что так получилось, но, тем не менее, сейчас немножко уведу от «Железных войн» всю тематику. Скажи, пожалуйста, есть ли в планах, несмотря на вот разочарование от такого участия, сделать фейковый трейлер еще какого-нибудь несуществующего аниме? Я сейчас немножко заспойлерил, это должно было быть завтрашней новостью у меня в паблике, но вообще мы со вчерашнего дня начали работу вторым трейлером, но я уже делаю его не в одиночку, а с довольно крутыми ребятами, и второй ролик будет на порядок круче. А на какой фильм? Вот этого я вам не расскажу. — То есть надо ждать анонса в твоем паблике, правильно я понимаю? — Да, скорее всего, скорее всего. — То есть к моменту? — Да, следите за новостями, наверное, и за пабликом. — Я думаю, к тому моменту, когда у нас будет опубликован стрим, эта новость уже появится, так что, ребята, если что, бегите в паблик, Дима. — Да, соответственно, и ссылочку на новость мы постараемся добавить в описании к этому стриму, чтобы все были в курсе, над чем Дима работает. — Собственно, вопрос, насколько я понимаю, у Алисы сейчас по поводу организации времени. — Да, нет, я просто хотела узнать, сколько у тебя вообще времени, ну и в целом заняла вот этот работа от начала до конца, возможно. Ну, я не знаю, сколько времени ты потратил на идею, да, то есть там как это все продумать, что включить и так далее. Поэтому, скорее всего, целиком время, сколько ушло на разработку трейлера, и, возможно, выделить, сколько времени ушло на технические там все это отрисовать, собрать и озвучить. — Ну, вообще, такого чистого времени, работаемого трейлером, это было ровно месяц. Может, даже, в принципе, я допускаю, что чуть меньше. Я сейчас не совсем сам понимаю, как все это успели, но да, это не более месяца, ну, как минимум, вся работа заняла. Иногда я рисовал там и целыми сутками. Это довольно сложно, там есть куски с покадров на анимации полной, где было очень сложно, там, читерить. И ты за сутки умудрялся сделать, там, ну, грубо говоря, секунду анимации, ну, там, от силы две. Было немножко тяжело в этом плане. Вот. В организации времени, я думаю, мне помогло то, что я либо отказался от части заказов, которые мне присылались, либо к тому моменту уже постарался закончить все текущие вещи, как будто бы не работал. Так, в плане организации времени, вопрос довольно странный, потому что я жутко неорганизованный человек, у меня с тайм-менеджментом большие проблемы, и у меня приоритеты в работе какие-то очень-очень странные порой. Для меня это лично, мое такое достижение в том, что я вообще доделал, я сделал, я психанул. Наверное, отчасти здесь еще виноват Дисней, то, что они меня немножко подожгли сзади. Я вот хотел добавить, сказал человек, который сделал собственный трейлер за месяц. Да, и обычно люди, меня тоже это очень веселит, люди, один из самых частых комментариев у меня в паблике, это то, что я выкладываю по работе каждый день. Ну, бывает там день, когда я могу пропустить, но это в основном было тоже из-за какой-то занятости за работой, либо за фестивалью какой-то деятельности. Но так практически всегда. Я каждый день выкладываю по одному арту, на который я трачу в день полтора-два часа. И люди удивляются, что я, в принципе, успеваю хотя бы это. Потому что обычно это довольно-таки редкий случай, когда паблик отворяется так часто, и на достаточно таком смотрибельном уровне, так скажем, в уход. И да, если я говорю, что у меня проблемы с организацией своего рабочего времени, но при этом я не бросал весь этот месяц в свой паблик и делал арты, и в конце месяца выкатил готовый трейлер, наверное, это звучит странно. Но для себя все-таки, по-моему, у меня есть проблемы с временем, и было бы здорово все-таки мне быть чуть более организованным. Хорошо, супер. Наверное, возможно, меня еще спасает то, что я очень мало сплю. Если бы я спал больше, я бы, наверное, успевал меньше. После окончания работы над трейлером я наконец-то вернулся в какой-то нормальный режим сна, а до этого я последние пару месяцев жил в режиме, я спал примерно часа два в сутки, где-то так. Ой, я тебя понимаю, бро, прям отлично. Собственно, следующий вопрос, тоже касающийся всей твоей деятельности. Скажи, пожалуйста, так как ты рисуешь аниме вообще, почему именно аниме-стилистика? Кто тебя вдохновил именно рисовать вот в таком стиле? То есть почему вдруг ты при всей своей продуктивности, у тебя реально высокая продуктивность, не пошел в стилистику, например, американских классических комиксов, или же, не знаю, в другой какой-то мультстиль, или вообще в реализм, например, ударился? Почему аниме? Здесь тоже довольно интересный вопрос, потому что у меня только сегодня был разговор буквально с друзьями, я рассказывал о том, что иногда так случается, что художник становится, ну, блин, как... Сейчас будет еще пафосно немножко. Становится заложником своих собственных артов, своих собственных фанатов даже часто бывает. Я понимаю многих творческих людей в этом плане, которые резко, например, сменяют какой-то свой стиль, и часть фан-базы в них теряется. Я, в принципе, работаю не только в этой стилистике, я рисую далеко не только аниме, это на самом деле, если... Сейчас никто не обидится, это серия Mimotion, вообще сама серия аниме, что это аниме, это далеко не то, чем я бы прямо вот гордился. У меня есть работы гораздо лучше, и в совсем другой стилистике, и я бы хотел в будущем все-таки осветить именно какие-то вот другие свои работы в других стилях, потому что на них я тоже тратил очень много времени, и вложил в них тоже немало. А почему я сел из-за аниме стилистики вот здесь? Потому что, во-первых, это мне было полезно для моего комикс-проекта, которым я занимаюсь в последнее время, для которого я, собственно, изначально и собирался набить руку вот на этой серии, особенно в плане колористики. То есть мне нужно было быстро научиться красть и быстро научиться доводить его до эффекта, ну, как все это называют, эффект старого мультфильма. Вот, я наточил руку вот на этом эффекте и на такой покраске. Это, во-первых, причина, вот то, что я хотел набить руку. Вторая, это то, что, ну, сейчас, наверное, очень многие, кто рисует в аниме стиле и вкладывает реально в нем всю душу, обидятся, но рисовать эти стилистики быстрее и проще, чем рисовать, например, ну, это, по-моему, это просто, чем рисовать в реализме, там, в какой-то классической американской комикс-стилистике с покраской, там, с объемами, совсем-совсем-совсем. Вот, это выглядит так же эффектно, но, может быть, это я, кстати, может быть, это для меня, но это гораздо-гораздо проще и быстрее. Позволит себе тратить более двух часов в сутки на арт для своего паблика я, ну, тоже не мог. Ну, и самое банальное, да, пардон, перебил. Самое банальное то, что хотелось попробовать вот именно совместить абсолютно несовместимые вещи, пусть и шутки ради изначально, но вот благодаря вот этому диссонансу по-моему, серия изошла, когда ты совмещаешь вещи из суровых 80-х и какие-то анимешки. А традиционно же считается, что есть тестостероновые стартперы, которые уже давно вышли из моды и устарели, и, может, пора на свалку, которые видят молодого Шорснеггера и считают, что фильм «Хищник» – самый лучший в истории. А есть как бы фанаты аниме, которые первые считают... Я сейчас чуть не сфугался. В общем, друг от друга эти две целевых аудитории очень плохого мнения, и поэтому я решил совместить одно с другим и на самом деле очень сильно рискнул, потому что меня могли обосрать и те, и другие. Первые меня обсирали бы за аниме, вторые меня обсирали бы за выбор тематики. По какой-то счастливой случайности зашло и тем, и другим, и это такая классная ачивка в мою копилочку. Я умудрился угодить не только своей целевой аудитории, я умудрился угодить двум противоположным целевым аудиториям. И я бы сейчас не придумал второго способа, как сделать точно так же. Слушай, тогда у меня просто несколько вопросов возникает. Первый вопрос это, какими работами ты бы гордился тогда, которые хотел бы показать и можешь ли ты нам сейчас показать, помимо аниме тематики, которые ты сейчас рисуешь и про которые, наверное, знают большинство из тех, кто смотрит и присутствует сейчас на стриме. Так, я бы, конечно, сейчас похвастался с работами, которые я прямо считаю своим венцом творения. Ну, пока что они мне нравятся. Через пару дней они перестанут мне нравиться, но пока что они мне вполне себе заходят. Но это работа из моего нового проекта, как раз над которыми я работаю. А сейчас я попробую что-нибудь показать на самом деле. Что-нибудь, что-нибудь такое. Да, просто если у тебя есть такая возможность, если можно. Так, сейчас что-нибудь из того, что мне, в принципе, можно, наверное, показывать. Что-то. Ну, пока ты ищешь свои работы, тогда я задам следующий вопрос. Я сейчас могу отвечать на вопросы. Да, я не знаю. Не знаю, мне кажется, не очень, надеюсь, что сильно ты отличаешься. Но, тем не менее, тогда такой вопрос. Вот ты говоришь, что это по счастливой случайности. Да. То есть, в целом, делай то, что тебе нравится, и тогда все будет хорошо. И, знаешь, иногда говорят, что следуйте за своим сердцем, когда будут и карьеры, и деньги, и прочее, прочее. Ты согласен с этим утверждением, или ты действительно считаешь, что это просто чисто счастливая случайность? Я думаю, что люди, ну, публика, публика на самом деле бывает разная, но она так или иначе, она может быть, там, не знаю, публика, она может быть как стадо, она может быть какая-то более разборчивая, она может быть и безвкусная, но так или иначе любая публика чувствует, когда ты в свое детище что-то вложил, а когда ты просто это сделал хайпа ради, или денег ради, или еще как-то. Я искренне люблю вещи, которые я делаю, и я думаю, в принципе, любой мой подписчик, или там фанат, и кто угодно, любой там ценитель, или просто любой прохожий, кто случайно натыкается в мою работу где-нибудь в каком-нибудь паблике, я думаю, это скорее всего чувствуется. То, с какой я, например, любовью сделал ролик по «Звездным войнам», я думаю, ну, по крайней мере, я надеюсь, по нему видно, насколько я действительно люблю «Звездные войны», люблю старые свои анимешки из детства, на которых я вырос. Я очень спокойно, холодно отношусь к современному аниме, но я очень люблю аниме 80-х, например. И я думаю, это очень видно. И когда человек что-то вкладывает, это видно, и это возвращается с определенной отдачей. Это, кстати, очень хорошая философия. Слушай, тут очень много народу спрашивает про такой замечательный момент, что, вы знаете, Дмитрий очень часто постит советскую классику, старое аниме, но у него на страничке не указан его возраст. Сколько ему лет? Мне сколько лет? Да. А кто такой хитрый? Какого-то года рождения. Да, какого-то года рождения. Вот так вот начнем аккуратненько. Аккуратненько. А люди просто пусть сами считают. Ах, блин. Ну ладно, я думаю, я не девочка, все-таки что-то не скрывать. Аккуратненько. Я еще пытаюсь как-то придумать, сказать красиво. Больше 30 и меньше 30 раз. Мы одногодки с Робокопом. Вот так вот. Одногодки с Робокопом? Ого. Слушай, это даже элегантнее. Я просто придумал для себя вариант, то, что я родился в 80-х. Вот так вот. А ты прям добил и сказал, что ты одногодка с Робокопом. Но ты не уточнил с каким. Понимаешь, Робокопов было несколько, в том числе ремейк. Может быть, ты ремейк Робокопа? Ну это пусть будет уже квест для тех, кто это спрашивал. Шикарно. Слушай, ну это был прям верх элегантности. Очень хорошо было. Пока я исторически гуглю Робокоп фильм и так далее. Я просто почувствую себя очень неловко задавать этот вопрос мужчине. Да. Хорошо. А там есть несколько вопросов в чате, которые нам с Лешей показали достаточно интересными. Слышал ли ты о Генри Терлоу, американец, который бросил все и ехал работать на анимационных студиях в Японии? И, собственно, вопрос. Не хотел бы ты вот тоже так взять, уехать в Японию рисовать аниме? Да, в принципе, наверное, я думаю, нет. Вообще привычка все бросить и заняться любимым делом, это довольно-таки мое. Это очень мой стиль. Это, в принципе, любой из моих друзей, людей, кто меня близко знает, они подтвердят это. От меня такого можно ожидать запросто. А именно в плане уехать в Японию, я не знаю. Я, может, тоже сейчас немножко не попаду в стереотип художника-анимешника такого, но нет, я никогда не стремился в Японию, я не учил японский язык. Я люблю японский кинематограф, он мне очень нравится, есть очень талантливые вещи, но какой-то прямо вот какого-то фапа на Японии у меня вообще нет. Не было желания поучаствовать каким-нибудь проектам японским, иметь в виду японская анимация, участвовать с созданиями? Было бы здорово. Ну, допустим, какое-то аниме это было, это может быть. Было бы здорово? Это может быть, какое-то из Сутицет. Блин, я не знаю, наверное, я тоже не могу сказать, что я жду какого-то предложения именно от японцев поучаствовать в каком-то культовом японском проекте. Нет, я бы просто хотел поучаствовать в каком-то очень крутом просто анимационном проекте. А чем будет, откуда будет, мне в принципе без разницы. Хорошо, окей. Это замечательно. Просто я вопрос еще хотел бы уточнить. То есть, если бы тебе написал, не знаю, Ога Казуя или реально Хайоми Адзаки такой, чувак, гоу в Японию, гоу работать с нами. Ты такой, не, не, не поеду, я буду вот здесь вот работать. Нет, если бы меня позвали в крутой проект, я бы в принципе, я не думаю, что я бы долго сидел и обдумал это решение. В принципе. То есть, ты бы сорвался. Конечно, конечно. Я прям чувствую, что у тебя там, знаешь, какой-нибудь есть такой рюкзачок, какая-нибудь сумка с вещами на экстренный случай. Да, я просто закидываю пару своих кошек в чемоданы. Я уже готов. Берите меня в любой крутой проект. Блин, это так не было. Серьезно. Просто разговор про кошечек, это успех. Это святое. Это успех, да. Я просто представил себе, что у Димы, короче, он открывает чулан, и там такие три рюкзака. На случай звонка из Диснея и Пиксар, на случай звонка от Хайо Миядзаки, на случай звонка от российских разработчиков. Там такая маленькая сумочка лежит. С ядом, что ли? Так, минутку, я этого не говорил, не надо. На всякий случай, я почистил свой твиттер и инстаграм от всех постов про шутки с изнасилованием детей. Слушай, вот это ты зря говоришь, потому что трансляция-то у нас останется на Ютубе. А мы все-таки не Луи Сикей, поэтому нас спросят очень хорошо. Ну, блин. Нет, на самом деле ничего такого нет. Я просто... Да, шутки от человека 1987 года рождения. Спойлеры, спойлеры прямо в эфире. Ну ладно, мы одногодки, камон. Ну, блин. Вот, просто... Не, у меня друзья на самом деле часто шутят, что я вот стану каким-то известным в сегменте анимации, там, чуваком, и кто-нибудь из Диснея решит меня нанять, но меня уводят раньше, чем наймут. Как-то так бывает. То есть я правильно понимаю, что твой заход в компанию Диснея будет примерно состоять из 99,9% запрещенных слов там, правильно? Я не знаю, на самом деле, блин. Хотел... Ну, блин, сейчас это такая очень... Я не знаю, у меня, может быть, с Диснея у меня как-то отношения испортились. Такие односторонние испортились. То есть они-то, по-моему, возможно, не знают, а у меня с ними уже испортились отношения. Но, блин, они... Вот с вмешанием политики, с вмешанием каких-то таких вещей корпоративных, очень жестких, каких-то мер пресечения многих вещей, пропадает очень большая доля творчества из того, что они делают. Поэтому заходить к Диснею в качестве их сотрудника, например, или вообще хоть в каком-либо виде, образе, или в том, что они делают, чем они сейчас занимаются, ну, это опасно, и на самом деле очень такая рисковая штука. Поэтому оттуда уволиться гораздо проще, чем попасть, по-моему. Хорошо, окей. Тогда, раз мы заговорили про творчество, если ты говоришь, что у Диснея мало в последнее время творчества, у кого есть? У кого это творчество сейчас на данный момент? У какой студии? То есть я сейчас имею в виду даже не европейские студии, которые делают какую-то независимую анимацию, да, там, французская анимация, например, она всегда была очень обособленной, или там, скандинавская анимация была всегда обособленной. А вот если мы берем США как все-таки некий катализатор контента для людей, то у кого еще осталась вот эта вот частичка, частичка творчества, которая есть? На самом деле, вот если немножко абстрагироваться, например, от географии, то сейчас, ну, блин, бум интернета, бум там соцсетей, краудфайдинга, выхода на любые площадки для сбора, там, ну, средств для поиска каких-то чуваков, которые тебе близки по духу, по идеям. Сейчас всякая вот эта инди-тема вообще классно развивается. Есть такие, ну, охренительные студии, которые, в принципе, они маленькие, они особо ни на что не претендуют, но делают просто фантастические вещи такого запредельного уровня, которые себе иногда не могут почему-то позволить крупные корпорации, вроде, там, блин, я не знаю, ну, того же Диснея. Ну, брать, например, если мы говорили о «Звездных войнах», о последнем сериале, который они запускают, мне было, например, не хочу, вот именно что-то плохое о нем говорить, может быть, кому-то он нравится, может быть, по-своему он действительно хорош, но мне было по-своему немного обидно, что Дисней, компания, которая диктовала раньше все тренды, анимации, они были показателем уровня, они были, в принципе, самой вышкой, если не брать японцев, вот для них стыдно делать такой сериал, как по мне. Вот, а если брать американские студии, ну, блин, на самом деле много-много классных проектов, много студий, там, больших или маленьких, вот если брать, там, мультсериалы, например, я, поскольку фанат комиксов, я очень много смотрю полнометражных сериалов, там, Диси, Марвел, Марвел, но сами делают отвратительные вещи сейчас, именно в сегменте мультипликации, вот это, блин, я не понимаю, почему, вот, у Диси, наоборот, Диси делают отвратительные киновещи, но делают потрясные мультики, я не знаю, практически каждый мультфильм, это какая-то супер штука, я думаю, после этого стрима ставят просто на нас подадут в суд, все, кто только можно, никто не захочет вообще общаться, знаешь, на самом деле, я очень люблю анимацию, я думаю, Реша даже не даст мне соврать, вот, и я просто знаю, что огромное количество прекрасных короткометражек, знаешь, там, мультики по буквально, там, пять минут, и я понимаю, что какие-то дипломные работы, да, ребят там со всего мира, и так далее. А как ты думаешь, куда они потом деваются, неужели вот эти вот маленькие, ну, какие-то проекты, то есть это же, ну, скорее всего, это тоже делает не один человек, там все равно идет музыка какая-то, озвучка, да, вот это вот все, то есть это прорабатывается, я думаю, дипломный проект не только одним человеком, все-таки, неужели не могут сбиться в кучку, в стаю хотя бы небольшие компании и делать такие классные проекты постоянно вместе и стать известными на весь мир. Как ты вообще к этому относишься? Как ты думаешь, что им мешает? Мешает? Я думаю, две вещи им мешают, хотя, в принципе, наверное, даже и можно под одну повести. Мы сейчас находимся в такой эпохе продюсерского продукта. Сейчас практически нет авторских вещей, сейчас, ну, вот именно, если мы берем глобально, да, какие-то вещи такие, там, блокбастеры, там, какой-то крупный кинематограф, какие-то крупные анимационные проекты, это все проекты по большей части продюсерские. Это все какие-то проекты, это все решается продюсерами из требований целевой аудитории, из требований, какого-то там возрастных рейтингов, из каких-то социальных тенденций, там, вроде, там, требований, там, тех же, например, феминисток, там, не знаю, еще кого-нибудь. И всем-всем-всем пытаются угодить, и в итоге от какого-то, от какой-то части, от какого-то процента творческого и действительно классного идейного авторского приходится очень часто отказываться. И поскольку это продюсерские вещи, часто продюсеры или какие-то корпорации, какие-то компании, студии, они просто банально, ну, некоторых авторов, они просто считают, наверное, что ли, как-то так довольно грустно, наверное, будет звучать. Но у меня очень много знакомых, кто работает в геймдеве, кто работает там еще где-то в анимации, в каких-то иллюстраторских агентствах. и иногда, ну, в принципе, и сейчас, если кто-то меня слушает из людей, кто имеет к этому отношение, в принципе, я думаю, со мной согласятся, то, что часто ты делаешь не то, что ты хочешь и делаешь даже не то, что тебя заставляет, а делаешь то, что ты вообще не хочешь делать, то, что тебе самому не нравится, но то, что вписывается в рамки проекта, в рамки ТЗ, в рамки требований продюсера и так далее. И очень много людей, кто способен на действительно охренительные вещи, действительно, безумно талантливые люди, во много раз более талантливые, чем я, и они делают отвратные вещи. Очень многие художники у нас, ну, сейчас в России, например, большая часть художников самый такой простой способ на тебе работы это пойти куда-то в геймдев, и ты иногда смотришь, что человек с каким-то потрясным скиллом рисования, например, концептов персонажей, там, локаций, анимаций и так далее. действительно талантливый, ты смотришь, талантливый просто чувак, но он рисует какую-нибудь игру, там, три в ряд, сабери, там, три шарика одного цвета, для домохозяек, например. Вот. Ну, потому что, ну, потому что это работа. Сбиваться в кучке, это, конечно, здорово, но это тоже не всегда работает, потому что, во-первых, люди творческие, это люди обычно перфекционисты, это люди, которые любят свою идею, это люди, которые любят то, что они делают, то, чем занимаются, и заниматься чем-то, что нравится кому-то другому, забиваясь в кучке, это, в принципе, то же самое, что заниматься тем, за что тебе платит дядя-продюсер, только дядя-продюсер тебе хотят платить за свою ерунду, которую он тебе заставляет рисовать, а ребят, с которым ты забился в кучке, тебе приходится идти на какой-то компромисс, и все нарисовать не то, что ты хочешь, и, блин, это очень сложно найти людей, которые вот настолько на 100% будут полностью с тобой во всем совпадать, и сядут и сделают так, как ты это, например, видишь, это очень сложно, и на этом жена будет еще зарабатывать, это жена будет еще раскручивать, рекламировать, а люди, творческие художники, это обычно люди замкнутые, не очень социальные, и рекламировать себя умеет далеко тоже не каждый, в общем, довольно сложная штука, и иногда, да, людям приходится просто чем-то жертвовать. Окей, хорошо. Я хочу просто минуточку, просто таким образом получается, что большие студии, они боятся рисковать, они хотят сделать фастфуд, который не схавают, и принят как можно больше количества людей, маленькие гении, они не могут друг с другом подружиться, и у них нет таких ресурсов, чтобы здесь сделать все круто. Правильно тебя понимаю? Да, в принципе, так и есть, и это касается не только рисования, это касается любой творческой профессии, это касается музыки, многие же, например, группы распадаются, когда хотят быть популярными, попасть в какой-то тренд, и при этом гнуть что-то свое, например, социальное, остро. очень многие кинопроекты, например, проваливаются в прокате, потому что хотели угодить всем, а в итоге угодили вообще никому, и там захотели на кого-то равняться, например. Хотя могли сделать крутой авторский проект, который, возможно, был более таким рискованным, но в итоге остался бы все-таки больше в памяти как классика. Есть же много фильмов, которые безумно продюсерски продуманные, проанализированы кучей целых отделов, аналитиков, но при этом зритель просто плевался от них. А есть вещи авторские, которые забивали на все эти вещи и делали просто красивые, так, как хочет режиссер, художник. И да, они тоже провалились в прокате из-за критиков и так далее, но стали культовой классикой. Сейчас, наверное, попкорна, в принципе, и в кино, и в музыке, и в комиксах. Все хотят очень быстро какие-то денег, и особо никто каких-то, блин, фантастических вещей делать не намеревается. Слушай, я тогда... Прости, пожалуйста. Да, просто я хочу доведеть эту тему. Если так можно выразиться. На самом деле, мы говорили то, что ты сейчас проговорил, то, что ты сейчас сказала, мне кажется, что это достаточно грустно. Да, я же смогу сказать, да, позитивка. Вот, я просто... Мне достаточно интересно узнать твое мнение, как можно изменить ситуацию, потому что я, допустим, в жизни не поверю, что у той же студии Disney нет денег на то, чтобы, ну, там, не знаю, раздавать гранты на какие-то интересные, рисковые проекты, но тем не менее, как-то их спонсировать, продюсировать, например. Я просто... Если честно, ребят, напишите, если вы знаете, есть ли такое существует, просто я, допустим, не знаю, есть ли такое. Я знаю обычно в той же Франции, в которой анимация действительно, как сказал уже Дима, такая обособленная, или Леша, Леша сказал. Я сказал, независимая, да. Независимая, да. То есть там существуют гранты, и да, конечно, есть какие-то гранты от, возможно, каких-то фестивалей и так далее, но как бы компания, у которых есть деньги, казалось бы, мне кажется, что это вполне должно как-то удовлетворять их целям, вот этим вот миссиям компании, простите за такие слова. Вот твое мнение на этот счет. Вообще, во-первых, стоит понимать, что крупные компании, они хоть и делают часто вещи для детей, грубо говоря, если мы затронем, например, Дисней. Дисней, это не настолько достанется. Я не знаю, вы прямо, да, мне после этого эфира никогда не работают Дисней. Я не планировал это делать. Давай просто называем большой компанией. Большая компания, большая компания, стоит понимать, что большая компания, которая делает контент для детей, в ней работают не принцессы, в ней работают не утята с мышатами, в ней работают очень серьезные дяденьки, которые вкладывают очень серьезные деньги с очень серьезным количеством нулей. И то есть, ты считаешь, что эти серьезные дяденьки, они не хотят поддерживать начинающие проекты, они оценивают только коммерческую составляющую, правильно? Сейчас, сейчас, блин, огромная конкуренция на самом деле, и очень важно держать планку и в плане денег, и в плане зрителей и так далее. А делать какие-то авторские вещи, это очень большой риск. Во-первых, риск финансовый, а терять сотни миллионов, это, ну, по-моему, это больно довольно-таки. Плюс, помимо этого, ты теряешь часть аудитории. Если мы берем какую-то, ну, сейчас очень модно делать, хотя уже, наверное, не модно, потому что это уже все попытались сделать, никого не получилось. делали всякие эти киновселенные, да, кинофраншизы и так далее, и зритель, идя на очередную часть кинофраншизы, даже если он плюется там в какой-то части этой кинофраншизы, но он все равно идет, и он точно знает, на что он идет. Прямо, прям точно знает. Я, например, когда иду на фильм «Трансформеров», да, я точно знаю, что я увижу на экране. Я, когда иду на фильм «Марвел», я прям точно знаю, что я увижу. Иду на какой-то там, любой другой фильм, какой-либо другой франшизы, я всегда точно знаю, на что я иду, за что я плачу и так далее. А когда у тебя твоя кинофраншиза состоит из разных фильмов, разных художников, режиссеров, там, визионеров, да, так скажем, авторские какие-то вещи такие, ну, блин, это очень сложно издал собрать, какую-то цельную единую франшизу киновселенную, а во-вторых, зритель никогда не будет знать, на что он идет вообще, в принципе. Это очень-очень смелый такой шаг. И, опять, ну, немножко так поправил, Дисней, на самом деле, на самом деле, он поощряет такие вещи, просто делает как-то, ну, у них есть какой-то особый расчет, и когда они полностью меняют видение своей франшизы и какую-то часть, например, своего фильма, ну, тоже тот Тор-3, Рогнавер, да, вышел, все говорят, ну, первый фильм не очень, второй фильм, как бы, еще больше не очень, хотя, ну, довольно спорно, да, но это такое более общее представление о них. И, в принципе, я понимаю, с одной стороны, почему Дисней срочно, резко поменял видение этого персонажа и фильма, стилистики фильма на третьем фильме, третьей части, но они пошли на какой-то эксперимент. Третий фильм довольно экспериментальный, он очень специфический, он на самом деле очень авторский, там очень много видно от самого режиссера. И такие вещи, они все-таки поощряют, просто они делают это очень-очень осторожно, очень-очень аккуратно, и иногда, может быть, кажется, что не делают вообще, но это просто очень хороший расчет, они знают, что они делают. и если они хотят делать стандартные, стандартизированные вещи, да, в формате поп-корн, блокбастера летнего, но почему нет? Это работает, по-моему, всем нравится, все ходят. Почему нет? Никто не хочет чинить то, что работает. Хорошо, тогда такой вопрос к аудитории, и потом, Леша, я даю себе слово. Ребята, те, кто сейчас нас смотрит, и кто будет смотреть записи, пожалуйста, отпишите только честно, пошли бы вы на какой-нибудь маленький мультфильм, неизвестный и так далее, который вы там увидели или нет, и какой последний мультфильм небольшой компании или, возможно, дипломный проект, то есть анимации, да, возможно, короткометражка, возможно, какой-то, ну, полнометражный фильм анимационный, который вам действительно понравился, который бы вы всем посоветовали посмотреть. Пишите в комментариях. Все, дальше. Супер. Вопрос следующего образа. У нас один из замечательных наших зрителей заметил, что Ирландия, действительно в государственной Ирландии имеется в виду государственную структуру, спонсировали анимационные фильмы, «Песнь моря» и книгу «Келлс». Это действительно, правда, есть такой момент. Скажи, пожалуйста, если бы ты получил какой-то спонсорский грант или же какое-то спонсирование, возможно, от любой страны на твой выбор, на любой проект по, например, какой-нибудь твоей любимой книге или любимой вселенной, что бы это было и какой бы грант ты хотел увидеть? На какой проект? У меня, на самом деле, есть очень давняя мечта, и она даже, наверное, не только моя, она у меня, ну, наверное, так осмелись сказать, что она у меня общая с несколькими моими друзьями, которые, в принципе, обеими руками поддержали меня, бросив вообще все. я бы очень хотел сделать анимационный ремейк одного советского фильма, который сейчас никто вообще не знает. Давай, какой? Он очень тихо вышел у нас, о нем у нас никто не знал даже тогда, когда он выходил, но этот фильм стал известен по всему миру, и на нем учились очень многие голливудские режиссеры. режиссер был Клушанцев, его Джордж Лукас называл своим ментальным наставником. Я знаю, о чем ты говоришь. Он учился на его работах, и перед тем, как начать работу над «Звездными войнами», он прилетал в Россию для того, чтобы получить благословение от Клушанцева как от гу-жанра кинофантастики. И еще тогда, в середине 70-х, Лукас сказал, что им с их американским кинематографом, никогда не догнать Советский Союз. Потому что Советский Союз диктует и будет диктовать каноны кинофантастики, самого жанра фантастики в кино, будут диктовать уровень спецэффектов, грима, аниматроники и всякой этой штуки. И он отмечал именно великие вещи, которые делаются у нас. в частности, он был просто диким фанатом фильма «Планета Бурь», который множество раз прокатывался в разных кинотеатрах в Штатах и несколько раз даже перемонтировался. Они в итоге его перекупали, они доснимали какие-то фрагменты с ими актерами, делали какие-то ремастеры его и так далее. и тогда этот фильм был просто известен по всему миру, номинирован на Оскар и все такое. А у нас этот фильм из-за непопулярности жанра в принципе не знал никто и этот фильм канул просто в какое-то небытие и сейчас о нем не знает вообще никто. Если о нем говоришь и человек как бы узнает этот фильм и говорит «А, да, я знаю, ты, ну, блин, это сразу плюс там сто очков в знание какой-то этой темы, это прямо очень круто». И если бы кому-то интересно было из наших продюсеров студий когда-либо воскресить вот эту вещь в каком-либо формате, в кино, мультипликации, как угодно вообще, я бы в это вложился просто всеми силами. Это такая лично моя такая мечта. Согласен ли ты с тем, что дело в том, что ты вот сейчас запомнил «Планета бурь» и это я его тоже смотрел и очень люблю это кино. Дело в том, что есть такая теория, что даже фильмы Андрея Тарковского, которые в Советском Союзе были очень почитаемы, они стали популярны в мире уже через много лет после того, как он их снял, после того, как они выстрелили в упоминаниях многих голливудских и европейских режиссеров? На самом деле этот фильм хвалил еще Ридли Скотт и он очень сильно до сих пор до сих пор очень сильно по влиянию от этого фильма и от творчества Клушенца вообще. Это видно даже в дизайнах, которые он применяет в своих фильмах, в фантастике, от Чужого до Марсианина. его влияние серьезно до сих пор очень видно и на его работах видно, что учились очень многие люди и я не думаю, что Клушенцев стал известен благодаря упоминанию там Лукаса или Ридли Скотта вообще я сейчас не скажу боюсь соврать наверное сам принцип того, как он стал известен на Западе и как он вообще попал в западный прокат. То есть тут не скажу наверное но да такие случаи есть, когда какие-то люди не очень знаменитые в народе не очень знаменитые в свое время когда они творили становятся безумно знаменитыми когда их рекламируют более успешные более попсовые такие более хайповые их последователи. Да, так бывает. Хорошо, окей. Скажи, пожалуйста, тоже такой вопрос немножко вопрос с уточнением. Если бы ты захотел сделать свою какую-то серьезную работу имеется в виду ты говорил о том, что многие аниме-перерисовки это просто ради фана было сделано и зачастую просто ради шутки но если бы ты захотел воплотить какую-то идею или даже если бы это была перерисовка чего-то супер-серьезного что бы это было и почему? Перерисовка что-то супер-серьезного если мы не берем планету бурь Ну да, то есть если мы берем не берем планету бурь потому что это супер-крутой проект про него не спорим как бы это понятно в общем вопрос состоит в том что какую бы идею ты хотел донести вот если у тебя был бы шанс нарисовать одну картинку которую бы увидели все что бы это было? у меня сейчас хрустнула челюсть не знаю слышали ли это или нет я так широко открылся у меня хрустнула челюсть как неудобно я не знаю наверное очень затрудняюсь на это вот сейчас ответить потому что блин я с детства живу кинематографом анимацией и у меня столько у меня столько в принципе планов и желания работать над чем-то и каких-то любимых вещей что вот так вот сесть и прямо выбрать какой-то проект один проект мечты если опять же мы берем поэту бурь ну я так затрудняюсь сразу сказать это прям честный ответ хорошо окей если мы заговорим про например если не серьезная советская фантастика то какой еще проект ты бы хотел реализовать вообще изначально была кстати кстати да была еще мысль до того как я сел за Звездные Войны незадолго до этого была у нас идея с друзьями сесть и сделать анимацию по Вселенной Чужих но мы немножко не успели мы очень долго рожали эту идею очень долго вы нашли потом внезапно выкатили новость о том что студия 20 век фокс уже под началом студии диснея после перепродажи они ищут интересные проекты интересные предложения по Вселенной Чужих и открыты для предложений фанатов туда очень много разных фанатских короткометражек сценариев концептов было прислано часть из которых одобрили и взяли в работу для последующего развития киновселенной Чужих мы к этому моменту не успели рецепт тоже было толчком к тому что было над Звездными войнами не хотелось просрать второй шанс так по-хорошему по-честному вот и да очень бы хотелось сделать по Вселенной Чужих какую-то очень крутую штуку вот хорошо то есть стилистика гигера это прям твое да в принципе вот вы просили меня мои какие-то другие работы которые я тоже которые я горжусь помимо анимешек это выглядит в принципе как-то вот так вот вот этими вещами я занимаюсь помимо анимешек ого то есть этого почти никто не видел я так понимаю этого в принципе никто не видел это работа я работаю над своим артбуком это переосмысление Амарова в рамках вселенной гигера но скажем так это очень сложно но я это объясню потом это выглядит вот так вот эту серию артов я буду чуть позже выкладывать у себя в паблике это будет я надеюсь будет так же громко так же зайдет вот этими вот этими вещами я занимаюсь то есть я умею не только в аниме ну это на самом деле несомненно но я так предлагаю что сейчас будет много вопросов про твои артбуки ну да потому что я в принципе я могу ответить довольно коротко у меня планировалось несколько ну из-за кучи короче предложений по артбукам блин вот это опять же возвращаясь к вопросу тайм-менеджмента у меня в работе несколько артбуков и я не могу закончить пока не один и вот когда я закончу я наверное постараюсь сразу же обрадовать всех кто кто этим заинтересовался вообще это это артбук по серии анимошн это артбук и вот этот с моими работами стиле реализма это артбук по черепашкам нельзя хотелось бы доделать потому что он был очень давно в проекте именно в печать в продажу просто нет времени вот поэтому я работаю над несколькими сразу и у меня не получается все совмещать я тормоз я думаю мы с тобой потом отдельно поговорим на тему артбук просто за кадром так сказать потому что есть вопросы которые нет для широкой аудитории мне не простят да не простят скажи пожалуйста в какой момент ты захотел сделать свое какое-то печатное издание и самый большой вопрос это какие сложности тебя поджидали на этом пути с чем ты столкнулся и так далее с чем столкнулся на пути печатных изданий ну да понимаешь многие художники хотят типа вот знаешь у них есть мысль я хочу свой артбук но многие не знают как это сделать многие не знают с чего начать что вообще делать и так далее сейчас на самом деле очень классно сейчас очень очень много возможностей очень много издателей и издательств которые с удовольствием возьмут вас к себе под крыло и помогут вам издаться это вообще не проблема если честно есть люди фанаты какого-то самоиздата которые не хотят там делиться с кем-то какой-то там ну условно прибылью и так далее а есть люди которые просто хотят донести свое творчество до людей и вот им открыты вообще все дороги потому что если вы талантливый у вас любой издатель с руками оторвет еще чтобы издать это касается ярдбуков и касается и тех же комиксов например и вот всяких вот таких вещей там всяких стикеров постеров чего угодно вообще это блин вот сегодня конкретно это вообще не проблема лет пять назад или там упаси боже лет десять назад за это если браться было то это была просто куча потраченных нервов и никакого результата практически поэтому на самом деле я не вижу проблем это просто берешь и делаешь хорошо окей скажи пожалуйста тоже такой момент очень важный но тем не менее ты выбрал стилистику скажем только у тебя несколько стилистик в которых ты работаешь у тебя есть серьезная стилистика где ты делаешь проекты для себя есть скажем так популярная стилистика в которой ты делаешь арты исключительно на я не буду говорить на потеху это грубое слово имеется для аудитории для массовой аудитории мог бы ли ты дать совет какой-нибудь начинающим художникам которые ищут свой стиль не могут его найти не знают чем вдохновиться что взять как его вообще в принципе выработать и самое главное как его закрепить то есть как сделать так чтобы твой стиль ассоциировался именно с тобой потому что например находя твои картинки в интернете я такой ой это Дмитрий все сто процентов как добиться этого начинающим художникам тут в принципе довольно просто очень много художников у нас сейчас очень талантливых это самоучки не имеющие ну на самом деле никакого специального образования там худучилища там дизайнер то есть мне в этом плане повезло я учился на дизайнера и меня еще с самого-самого начала вбили такую простую штуку как нарабатывание своего стиля оно делается очень просто оно делается на самом деле машинально когда ты просто очень много рисуешь потому что люди которые рисуют это люди которые чаще всего любят мультики они любят комиксы они любят ну естественно других художников как-то либо сознательно либо несознательно копируют какие-то детали какие-то стилистические элементы и так далее и позднее из этих элементов складывается ну просто банально складывается твой стиль любой стиль он не бывает уникальным любой стиль это сумма вещей которые ты в себя впитываешь как губка и потом перерабатываешь через какую-то свою призму объединяешь в какой-то такой коктейль скажем так и выдаешь если ты учишься в каких-то художественных на художественных факультетах например там всегда есть такая штука как копирование чужих работ это очень сильно раздражает но со временем понимаешь зачем это все делается потому что копируя чужие работы ты учишься делать такие же вещи ты учишься каким-то техникам ты учишься приемом ты учишься стилем а когда ты копируешь разных художников ты постепенно разные вещи от них перенимаешь и впоследствии у тебя вырабатывается твой собственный стиль не существует своего стиля вообще из ниоткуда свой стиль всегда складывается из суммы чужих вещей поэтому есть такая штука очень узкий узкоспециализированная тема называется насмотренность ты очень много смотришь и потом переспишь скажем так с этим и выдаешь что-то уже свое так так и вырабатывается тут тоже секрета вообще никакого может это сложно немножко для начинающих но с каким-то опытом ты понимаешь что это настолько естественная вещь что над ней даже заморачиваться не стоит свой стиль вырабатывать сам просто со временем с опытом с насмотренностью хорошо суперски так Алис ты включился я просто думал что вопрос есть в смысле а нет я всегда здесь просто на самом деле ребята достаточно много спрашивают про то что где-то учился на дизайнера и так далее и так далее спрашивают огромное количество вопросов про САИ почему оно можно ли взять какие-то фишки и поскольку у нас осталось не так много времени в общем-то полчаса до окончания стрима чуть больше то мог бы ты рассказать им какие-то фишки работы в САИ какие-то свои лайфхаки возможно по работе с программой и стилизацией непосредственно так откуда бы откуда бы да я понимаю что это очень много там было много вопросов я немножко потерял так сначала по поводу обучения где я учился на кого я закончил институт в Челябинске это была русско-британская русско-британская институт управления на факультете дизайн графический дизайн реклама вот почему я выбрал САИ почему я выбрал САИ потому что на тот момент когда САИ только появился а появился он на самом деле довольно давно но я помню этот момент очень хорошо потому что я с друзьями помогал очень сильно распространять среди художников вообще тогда еще маленькое количество тематических пабликов ВКонтакте на тот момент он был более удобной штукой в плане рисования чем фотошоп сегодня фотошоп естественно обходит как бы сайт без проблем сейчас ну за многие годы естественно разработчики его приняли как программу для рисования в том числе поэтому полный инструментарий для художников там не только есть он обходит вообще любые аналоги в этой сфере но я рисую САИ потому что у меня просто просто креечка давай тогда перейдем к каким-то читам возможно с твоим любимым приемчикам о которых возможно никто не знает кроме тебя блин если бы такие были я бы с удовольствием поделился но у меня таких нет я сегодня пользуюсь векторной кистью чтобы не сильно много исправлять обычно так не делаю но на скорую руку и параллельно с диалогом почему бы в принципе нет а так нет тут нет никаких читов ты просто сидишь и рисуешь ну и все вот это как бы такая штука которую сильно не обманешь окей ребята я старалась просто если у вас есть какие-то более четкие вопросы точные четкие вопросы если есть какие-то вещи конкретно которые кто-то не знает как сделать я в принципе могу объяснить как сделать но вопрос общий в стиле объяснить читы рисования в сайте ну их нет вообще читов и рисований то нет ты просто берешь и хреначишь просто вообще читов нет да ты берешь и хреначишь просто и все хорошо окей тогда такой вопрос смотри нас в любом случае посмотрит огромное количество людей которые любят аниме-стилистику или около аниме-стилистику и захотят в любом случае либо рисовать так же или рисовать в похожем аниме-стиле вдохновившись японской анимацией скажи пожалуйста есть ли какие-то ресурсы на основании которых ты изучал японскую анимацию кроме понятное дело анимационных полнометражных культфильмов и есть ли какие-то источники скажем так твоего вот скилла то есть чем ты вдохновлялся и на основании чего ты обучался рисовать и обучался попадать в этот стиль интересный вопрос кстати потому что я в этот стиль никогда не учился попадать я в этом стиле впервые попробовал рисовать именно в рамках этой серии анимационных и вот первый арт например в этой серии если посмотреть то это будет первый арт мой в этой стилистике вообще в принципе ты нигде не учился я просто все детство смотрел мультики и где-то видимо отложилось отпечаталось все-таки я не смотрел я никогда именно касаясь рисования в жизни не смотрел ни одного туториала мне во-первых очень лень смотреть очень долгие туториалы а во-вторых как только я включал у меня сразу хотелось пойти просто порисовать потому что чувак меня вдохновлял и сидеть пялиться как он рисует мне было не очень интересно поэтому нет я нигде этому делу не обучался единственное чему я обучался это в институте живописи вот и все поэтому если меня кто-то хочет спросить подсказать ему какие-то ресурсы в обучении рисования я тут не помощник совсем к сожалению но тем не менее все равно то есть у тебя же есть любимые фильмы и так далее любимые анимационные ленты в любом случае ты что-то из них подчеркнул наверное в принципе когда я только делал самый эффект старого аниме типа такой честный стоп-кадр у меня же основная фишка этой серии не только в том что это стиль аниме который совмещается со старыми фильмами здесь основная эта фишка визуально в том что преподнести это как стоп-кадр старой аниме и очень часто когда серия вообще не была еще популярна нисколько да и в принципе сейчас очень много на всяких ресурсах когда люди впервые видят эти работы особенно за бугром например спрашивают это очень смешно это очень приятно я всегда читаю и понимаю что я сделал у меня получилось то что я хотел сделать это когда меня спрашивают ссылку на аниме это очень классно и для того чтобы получился вот этот эффект я действительно останавливал какие-то сцены смотрел и пытался понять что именно делает создает в них вот такой вот эффект вот это больше такой анализ и наверное эксперименты что ли но для этого неплохо бы знать графические редакторы вообще в принципе творчески подходить не только к рисунку но и к тому как этот рисунок зафиналить именно в каком-то визуальном ощущении там ну я делал ощущение от старой мышки а из любимых вещей ну если берем старые аниме ну блин на самом деле их много я безумно обожаю работы Миньцаки я обожаю призрак для спечи яблочное зернышко это такие очень старые такие штуки очень люблю старый анимешный киберпанк 80-х который сейчас в принципе я думаю уже отошел в прошлое но совсем сейчас таких вещей не делают я вырос там на вещах типа Гайвера ну блин в моем детстве было очень много классного аниме которое я люблю до сих пор ну с современными анимешниками мне разговаривать практически не о чем потому что у нас с ними очень разные вкусы в аниме скажем так хорошо окей тогда такой вопрос у нас многие подписчики писали следующее что вот у меня есть проект мечты я хочу им заниматься хочу там делать его рисовать только проект мечты но тем не менее нет денег к существованию и хочется как-то выжить и так далее как ты вот это сделал то что ты смог заниматься и своим творчеством одновременно и при этом как-то находить средства к существованию как у тебя это получилось поделись опытом пожалуйста именно вот в последнее время с этой серии или вообще как я пришел к рисованию к способу заработка я думаю оба вопроса интересны оба вопроса интересны хорошо ну вообще поскольку мне уже не 15 к сожалению вот я застал такое время не очень приятное когда для художника в принципе не было никаких перспектив совсем вот прям вот прям вообще никаких и тогда даже мысль о том чтобы зарабатывать на жизнь будучи художником комиксов или какой-то анимации или получать донаты господи это просто такой дикостью бы казалось что тебе кто-то выкидал деньги за то что ты просто рисуешь для себя радовать людей это сумасшедшая научная фантастика была ну вот и что проснулась с ума сошла это было мило песик тоже в шоке просто хозяин корм корм видимо что-то приснилось хорошо продолжаем вот и тогда да у меня были конфликты например в семье когда меня гоняли искать нормальную работу идти на нормальный факультет учиться и так далее и заставляли бросать это дело сейчас я тоже слышу часто от людей которые мне пишут что их родители ну там какие-то родственники не поддерживают в этом плане и они хотят заниматься чем-то творческим а их заставляют учиться на что-то другое и потому что это не настоящая работа хотя сегодня есть миллион примеров которые мы можем бросить в родителей то что будучи художником можно зарабатывать в десятки раз больше чем та профессия которую они считают называют настоящей я чудом попал на свой факультет я там чему-то научился хотя в принципе если бы не пошел туда я бы занимался самообучением я очень много времени трачу на какое-то самообразование пошел 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 работать да я просто пытаюсь немножко вспомнить хронологию потому что это было довольно давно такие вьетнамские флешбеки если честно когда я работал изначально продавцом и так далее это было ужасно в принципе я думаю любая карьера любого человека кто так или иначе успешно начинает с какой-то задницы которая им вообще не нравилась ни в каком образе а потом случайно им что-то подвернулось вот у меня история была довольно простой у меня я работал тогда продавцом и пошел на порушение управляющим магазином и был еще один парень который тоже пришел вместе со мной и тоже доработался до той же самой должности и прикол был только в том что я был человеком с высшим художественным образованием там знал несколько языков и был такой весь дохрена творческий что-то из себя там такое в перспективе видел а это был просто парень с деревни которого не было ни образования ничего он просто любил вкалывать вот я понял что в должности нормальной работы настоящей работы мы в принципе с такими ребятами можем достичь одного и того же но тогда нахрена мне это все давалось вообще в принципе и нахрена я вот такой человек и я о таком мечтал вот я все бросил и первое время было довольно тяжело ну на тот момент когда был не 2018 и совсем и были немножко не те условия рынка и творчества совсем вот я все бросил напрягался очень сильно но решил что я буду либо зарабатывать тем что мне нравится тем что я хочу либо пошло все в задницу хорошо но ты понимаешь что вот эта вот формула то что либо я буду зарабатывать тем что мне нравится либо я пойду работать на дядю она работает ну совсем не для всех то есть многие люди просто вопрос в следующем состоит если там допустим начинающему художнику 18-19-20 лет он не знает чем ему хочется заниматься он допустим умеет рисовать ну на среднем уровне и вот он не знает идти ли ему там в геймдев индустрию зарабатывать там какие-то деньги и рисовать деревья каждый день там или сундучки каждый день вот или же делать свой собственный проект и при этом у него выбора то особо-то нет на самом деле потому что ему нужно на какие-то средства существовать что бы ты ему посоветовал я бы ему посоветовал запастись нервами если честно вот потому что любая творческая профессия это ну блин есть бытовуха есть какое-то стремление к творчеству оно немножко в другой плоскости лежит и стремление заниматься тем к чему у тебя лежит душа вообще это какая-то такая погоня за мечтой наверное я знаю очень много примеров людей кто изначально были очень перспективными и что-то из себя ну из них что-то могло получиться но их задавилась как-то бытовуха и они стали ну они упустили момент и потом было уже наверное поздно к этому возвращаться и они впоследствии очень много жалели об этом или жалеют до сих пор и всегда это очень-очень грустные примеры вот а с возрастом ты сюда все бросает ответственностью ты пускаешь какие-то корни в свой образ жизни и вернуться к своей изначальной мечте все сложнее и сложнее поэтому если вы юный там 15-летний и хотите горите рисованием каким-то творчеством там музыкой кино это все надо делать как можно раньше я считаю пока вы не обросли вещами и людьми которые у вас действительно подтянут куда-то вниз вообще мне наверное в этом плане повезло повезло то что я психанул и все бросил мне иногда вот такое состояние злости и отчаяния вроде как с этим роликом очень сильно помогает очень сильно мотивирует а если боитесь все бросить боитесь какой-то ответственности и то что не вывезете и то что нужно искать денег к существованию ну блин успеха вообще в любом деле добиваются те кто как бы упертые люди если этого упорства нет если нет на 100% уверенности что я либо этим занимаюсь либо вообще ничем то лучше не браться за это вообще особенно сейчас когда именно уровень конкуренции просто чудовищный то есть твое общее мнение что должно переть настолько чтобы ты не остановился правильно это должно тебе не то что переть это должно быть просто как воздух если мне отобрать рисование я может не то что я ничего кроме рисования не умею но блин я не представляю свою жизнь вообще без этого вот в принципе не представляю это как без рук жить дальше и если у тебя нет вот такого ощущения то это просто не твое очень хорошее мнение мне прям очень нравится точка зрения хорошо тогда добивающий вопрос на эту тематику в любом случае у тебя на периоде твоего становления были нелюбимые работы и нелюбимые проекты что что это было что это было два слова об этом буквально работы и проекты но я работал моя первая работа это меня выпилили родители еще сразу после школы когда я ну мне пустили учиться на факультете дизайнера родители были жутко против согласились только с одним условием что я параллельно буду работать я пошел работать я работал в спаре продавцом я расставлял бутылочки в ровный ряд это самая творческая работа на свете расставлять бутылки по цвету по бренду в один рядок аккуратный вот а самый нелюбимый проект господи да я сейчас точно расскажу не знаю это не стоило рассказывать но я должен я изначально когда только-только начинал было очень мало выходов в социальных сетях их собственно не было был ресурс DeviantArt он в принципе и сейчас жив в той или иной мере но тогда это был один из очень-очень немногих выходов в интернет для поиска заказчиков и я рисовал разные вещи на DeviantArt за разную денежку и ко мне пришла девочка которая хотела заказать мне арт она предложила довольно хорошие на тот момент деньги мне для студента это было вообще прям замечательно я сказал хорошо присылайте ТЗ я прям по описанию нарисую все что хотите она говорит я хочу двух трансформеров я такой блин шикарно просто шикарно это идеально я обожаю просто рисовать трансформеров это прям мое она говорит только там должен быть Optimus Prime и Megatron и вот они дерутся и сцепились в драке и вот как бы напряжение и они друг к другу близко но мы понимаем что помимо напряжения и ненависти проскальзывает какое-то желание друг друга у них и что мы видим что они вроде как дерутся но вроде как еще секунды и они поцелуются боже ты мой да и я сказал блин наверное нет сорян и после этого я не знаю почему ко мне посыпались ну это девиант это арт на самом деле в нем зарождалась эта страшная тенденция и мне посыпались какие-то странные гомосексуальные идеи для заказов для артов и тогда я для себя в правильс листе четко указал что есть вещи которые мне занимаются есть вещи которыми не занимаюсь и список обоих вещей вот тогда я понял что очень важна репутация очень важно не делать за деньги вообще все что ты в принципе в состоянии делать как-то так это не проект это просто несостоявшаяся нелюбимая работа вот так вот я просто хочу сделать небольшую да такую ремарочку извините ребят что я вас перебиваю но тем не менее ребят если смотрите этот стрим и вам говорят что типа ну там можно просто все бросить и пойти пожалуйста имейте свою голову на плечах проанализируйте свою ситуацию потому что у разных людей она может быть разная и все-таки подумайте головой прежде чем принимать то или иное решение должна быть такое знаете что типа канал ответственности это само собой нет я не хочу чтобы из-за меня потом люди бросали учебу и бросались рисовать я вообще не хочу чтобы ты бросался и рисовал потому что это же молодые амбициозные жадные до денег конкуренты отбирать на работу я просто хочу сказать что ребят пожалуйста думайте своей головой в первую очередь потому что ситуация у всех разная бывает на самом деле да я возможно перебила и немножко сейчас уйду в другую степь но опять-таки поскольку остается совсем немножко время до окончания стрима много вопросов насчет того что я хочу сделать там свой ролик своей анимации еще что-то по игре по фильму ну то есть по какому-то уже собственно фандому и много вопросов про авторские права вот расскажи пожалуйста про свою ситуацию то есть ты в общем-то рассказал что на звездных войнах было такое что просто тебе дали страйк что типа очень классно здорово сделано ты это не монетизируешь вот пару слов о том чтобы ребята тоже были в курсе на собственном опыте что у тебя было по авторским правам да меня очень много спрашивали когда я еще запустил серию просто артов по темам советским фильмам когда у меня ломилась личка от вопросов на эту тему на самом деле я очень многим отвечал когда я делал делаю просто арты выкладываю куда-то в сеть и их много где там репостят выкладывают чаще всего даже если до самих авторов до обладателей там каких-то прав до изначальных хозяев авторского права доходят какие-то мои арты обычно они все это дело просто банально хвалят они все обычно в восторге вообще люди очень любят фан-арт на свои работы и тут без разницы ты просто художник ты там подросток или ты крутой дяденька крутой сценарист крутой режиссер это вообще без разницы люди просто в восторге если их работу оценивать настолько что делают фан-арты на их какие-то труды и если вы не стараетесь заработать на чем-то труде то вам только скажут спасибо или в моем случае где-то еще помогут это немножко зафорсить куда-то выложить какие-то режиссеры какие-то там актеры издатели это все очень здорово стараться какого-то обмануть и на чем-то заработать вот это на самом деле очень скользко опасная штука и из-за нее можно очень больно по голове получить и в лучшем случае да тебе запретят монетизировать то что ты делаешь а в худшем тебе еще могут исклепить и тогда будет вообще некрасиво ну да я думаю что если вы не извлекаете коммерческую какую-то прибыль а просто выкладываете что типа боже мой я обожаю не знаю НИР автомат или что угодно я не знаю просто в проявлении какой-то фанатской любви проявлении уважения проявлении как же это назвать то чувство желания отдать какую-то дань уважения и выказать какое-то свое отношение личное это одно а когда ты пытаешься заработать на чем-то другом труде это как бы совсем другое и ну блин это в принципе некрасиво даже не с точки зрения юридической а в принципе это какое-то фанатское творчество должно идти все-таки от неоткорысти спасибо за ответ просто действительно очень много вопросов да слушай вот один из самых популярных наших вопросов мы его часто очень задаем огромное количество начинающих художников и вообще начинающих ребят нас смотрит что бы ты мог им пожелать и возможно дать каких-то пару советов с позиции уже своего опыта пару советов ну скорее знаешь довольно сложно потому что ситуации очень много и дать совет может по какой-то конкретной ситуации по конкретному вопросу я понял то есть как не сдаться наверное как не сдаться ну блин как не сдаться стиснул зубы я думаю как это так ну блин есть очень разные типы людей я это понял я когда работал немного преподавал рисунок был такой период как бы в жизни и я понял что есть очень разные типы людей именно в плане внутреннего характера что ли и это очень сильно отражается на скиллах рисования например и в подходе к обучению и самообучению есть люди которых очень сильно мотивирует негативная критика когда тебе говорят что ты говно и твои арты говно а вот я видел художника лучше ты садишься как бы тебе фигово ты психуешь а потом садишься и говоришь а я сделаю лучше чем у этого чувака я тебя как бы заставлю сейчас сожрать твои слова и ты тратишь годы на обучение и ты делаешь действительно в разы круче чем тот чувак которого когда-то тебе поставили в пример есть такие люди но есть и люди которых такого плана мотивация наоборот демотивирует и на самом деле губит просто насмерть и они больше никогда не берутся за дело в котором могли добиться успеха потому что их когда-то кто-то пытался агрессивно мотивировать поэтому давать советы здесь очень сложно потому что не просто все художники разные все люди разные сами по себе и к каждому наверное свой подход свои советы должны быть хорошо есть банальные вроде как не сдавайте сидите вперед к мечте но по-моему до меня это сказали не я страз и не всегда повторять окей тогда конкретизирую у нас есть самый популярный вопрос который мы задаем нашим гостям на рубрике CG Story но тем не менее три ошибки начинающего художника и как их избежать какие-то ошибки были у тебя и как ты их преодолел наверное стоит избавиться от какого-то чувства я думаю исключительности что ли очень сильно помогает в творчестве иногда помогает отказ от каких-то амбиций из-за него например у меня были какие-то проблемы я ругался с очень хорошими людьми очень хорошими друзьями на какой-то творческой почве когда хотели заниматься своими проектами например это очень плохо все заканчивалось когда ты слишком сильно гнул свое и не слышал никого потому что у тебя было ощущение что ты уникальная снежинка ты волшебная бабочка творчества стоит всегда понимать что есть дохрена людей талант более тебя и дохрена людей более опытных и ты нифига не самый умный в этом деле и поэтому стоит прислушиваться к окружающим и да как-то наверное так не знаю как это объяснить другими словами хорошо у нас есть линейка финальных фирменных вопросов и я думаю что начнем да Алис пожалуйста да ну ты в общем-то сказал про ошибки и возможно как пара наставлений советов ребятам на будущее те которые смотрят наш стрим что бы ты им посоветовал пожелал заниматься любимым делами все я не знаю хорошо замечательно очень коротко лаконично мне это нравится да я не знаю задавать финальный вопрос потому что наверное если Леша у тебя есть какие-то вопросы давай задавай ну ты хитро это очень сильно перекинул на меня у меня есть один вопрос но он не из разряда финальных он больше философский ну пусть будет философский хорошо окей я этот вопрос уже задавал на 20 с половиной стримах и он уже как притчевоязыцах и так далее смотри сейчас индустрия построена таким образом что мы все те кто рисует арт вообще те кто создает свои картины мы заранее индустрии запрограммированы на вот эту вот карамельное развлекательное искусство как ты приводил в пример с компанией Марвел да или Дисней который делает исключительно развлекательный контент как начать делать искусство над которым стали бы на которое стали бы засматриваться люди знаешь вот по примеру чтобы пояснить вопрос во многих галереях люди подолгу засматриваются на различные академические картины то есть могут стоять час-два и вообще даже больше как нам перейти на этот уровень и что вообще после нас останется после нашего вот этого поколения CG художников на самом деле очень классный вопрос и я постараюсь на это также классно ответить на самом деле а надо ли переходить вот к этому то есть развлекательный жанр он в принципе тоже жанр и если все фильмы все картины будут заставлять над ними сильно глубоко задумываться сидеть пускать какие-то размышления по кругу о жизни о существе об искусстве и так далее ну я не считаю что это правильно и существует искусство которое заставляет думать существует искусство которое заставляет тебя пищать как девочку или как ребенка просто верещать как-то это тоже нужно тоже очень важно и если бы например сегодня мы отказались от летних попкорн блокбастеров но чем бы мы развлекались я абсолютно одинаково люблю какие-то глубокие картины я без ума до дыр засматривал например второго бегущего по лезвию я безумно обожаю этот фильм это одна из самых красивых ленты вообще на моей памяти но он заставляет меня хорошо загрузиться например а потом я с таким же удовольствием смотрю второго человека-паука почему нет это классно это здорово и должны быть совсем разные жанры и переходить от одного к другому вообще не нужно они вполне себе существуют параллельно и существуют в принципе и сейчас и до сих пор и всегда были просто немножко в разном процентном содержании чего-то просто банально больше хорошо тогда мой последний вопрос я периодически хочу задать какие-то странные вопросы но выберу тот который мне в последнее время нравится больше всего если бы ты внезапно оказался лицом к лицу с инопланетянами которые прилетели на планету Земля и пока не собираются никого убивать что бы ты у них спросил мам пап когда вы меня заберете это гениально это так классно ребята расходимся теперь все стало ясно он не с планеты Земля ура ладно ну что я думаю на этом можно уже завершать стрим к сожалению да мы не успели покрасить но ребята не расстраивайтесь я думаю что-нибудь с этим придумаем и Дим огромное тебе спасибо за то что сегодня пришел за то что ты согласился на это интервью что ты с нами поболтал пообщался и рассказал ребятам ответы в общем-то на их вопросы ответил на их вопросы вам спасибо на самом деле еще раз я вам говорю и ребята те кто нас сегодня смотрел те кто нас сегодня не слушал огромное вам спасибо за то что вы были сегодня с нами подписывайтесь на канал и задавайте ваши вопросы мы с радостью на них ответим и с вами были постоянные ведущие Алиса Хландина Алексей Мельников и наш сегодня прекрасный гость Дмитрий Грусов всем спасибо всем спасибо всем пока пока-пока всем пока-пока всем пока-пока